я приветствую вас на своем канале и сегодня мы будем шить бортик лось как сделать выкройку вы найдете по ссылке в описании под видео итак выкройку я разделила на две части у нас тогда была полосочка если вы будете шить из одной ткани можно ее не разрезать я просто хочу шить нижнюю часть одной расцветки верхнюю часть другой также отдельно я вырезала детали носа нарисовала ушка и рожек сначала нам нужно вырезать основную нашу часть я не упомянула что нам понадобится нам понадобится конечно же хлопок любых расцветок также атласные ленточки не 4 штуки длиной 60 сантиметров шириной два с половиной сантиметра нитки мулине для того чтобы вышить глазки и ротик булавки ножницы карандаш или портновский мелок также наполнитель нам понадобится итак я буду верхнюю часть делать из белой ткани поэтому складываем нашу ткань пополам так как у нас здесь сгиб должен быть выравниваем прикладываем нам нужно приложить с учетом припусков еще добавим это по сантиметру прикалываем булавками чтобы наша выкройка не сместилась можете сразу сложить ткань в четыре слоя только со сгибом чтобы вырезать сразу две части если у вас ножницы хорошо режут это будет сложновато поэтому я сначала вырежу одну часть потом вторую теперь обводим нашу выкройку с припуском сантиметр либо вырезаем так я буду так вырезать так так Продолжение следует... Теперь убираем булавки, чтобы у нас две части получились одинаковые, я просто беру, раскладываю Опять ткану и поверх нее ложу уже вот этот кусочек Прикалываю булавками и вырезаю Вы делаете так, как вам удобно В итоге у нас должно получиться два вот таких вот одинаковых деталей Теперь нам нужно вырезать две детальки нашей прямоугольной части Точно так же складываем ткань пополам И прибавляем припуск в сантиметр Прикалываем И вырезаем Опять же две таких детали нам нужно Вторую такую же деталь вырезаем Теперь нам нужно вырезать детальки ушек, рожек и носика Носик я буду вырезать из черного фетра Можно из серого фетра Можно из любой подходящей ткани Так же прикалываем И вырезаем Без припуска носик мы вырезаем У нас старт носика получилось Надо, чтобы было ровненько Сложить и проверить все ли ровно или нет Пока откладываем сторону Теперь вырезаем ушки У меня ушки будут двухсторонние С одной стороны серые, с другой белые Накладываем Можно так вот сложить сразу, чтобы две детальки вырезать И с припуском в сантиметр Вырезаем Вырезаем Продолжение следует... Требое, с другой Daisy Вырезаем Стоимость Точно такие же две детали вырезаем. Теперь рисуем наши рожки, складываем опять же ткань пополам, лицевой стороной внутрь. Так вот накладываем наш рожек с учетом припуска, прикалываем. И сначала мы вводим здесь вот по контуру, чтобы можно было ровно прострочить. Потом еще делаем, вырезаем с припуском, можно на ширину лапки, можно даже меньше, можно на 0,5. Примерно еще. Примерно еще. Примерно еще. Примерно еще. И вырезаем. Так вот у нас получилось. Вырезаем точно так же. Вводим и вырезаем вторую деталь нашего рожка. Вот так вот. Когда мы вырезали все наши детали, берем одну из деталей нашей верхней части, берем выкройку. И делаем точечки. Можно примерно так вот серединку отметить. Складываем ровненько. Вот у нас видна середина. Прикладываем к ней выкройку. И делаем точечки карандашом. Делаем отметки. Точки, по которым можно будет соединить наши, нарисовать наши глазки. Примерно так же и ротик мы делаем. У нас остались точечки. Видны. Мы по этим точечкам рисуем глазик. И там жирничек. И рисуем реснички. Точно так же перекладываем на вторую сторону. Ротик. Ротик. вот мы нарисовали мордочку теперь берем пяльца если есть и нитки и начинаем вышивать глазки и ротик я вышиваю буду вышивать две нити мулине можно в три чтоб лучше было видно это 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 и вот таким вот образом вышиваем оба наших глазика и ротик мы вышли нашу мордочку нам нужно ее прогладить и пришить наш носик я буду пришивать на швейной машинкой на швейной машинке обычной строчкой аккуратненько наш носик прикалываем булавками если вы носик будете шить не из фетра а из ткани то лучше пристрочить строчкой зигзаг чтобы края не осыпались у фетра они и так осыпаться не будут поэтому нужно обычной строчкой прострочить и вот так вот покрашку все прострачиваем когда мы пристрочили наш носик нам нужно теперь сколоть нижнюю и верхнюю детали мы прикладываем лицом к лицу и скалываем булавками так мы скалываем и одну часть и вторую прострачиваем на швейной машинке где-то на пол сантиметра либо на ширину лапки прострачиваем вот здесь вот 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 Теперь убираем булавки. Ложим лицом вниз и заглаживаем этот шов на одной стороне. Так делаем с обеими деталями. Теперь нам нужно приколоть наши рожки. Для этого берем, ложим лицом вверх. У нас рожки мы попарно вырезали. Берем те части, разденяем их. Лицевой стороной прикладываем вот так, где у нас должны находиться рожки. И то же самое со вторым рожком. Они должны находиться на одной уровне. Примерно вот так вот. И пристрачиваем их где-то на ширину лапки. Так мы будем потом здесь строчку прокладывать. То же самое и со второй нашей частью. Точно так же лицом вниз прикалываем рожки и распристрачиваем их. Чтобы у нас рожки ровненько совместились, я вот так вот на верхнюю, на первую деталь наложила. Сначала рожки выровняла, а потом наложила нашу нижнюю часть. И теперь берем так вот, тоже булавочками прикалываем и опять же мы прострачиваем где-то на ширину лапки. Когда мы пристрочили наши рожки, теперь берем, совмещаем лицом к лицу аккуратно наши рожки, наши волося, осторожно. Закалываем ушки и прострачиваем вот начиная где-то вот отсюда и идем вот так вот и выходим сюда, прострачиваем голову и следующий рожек. Вот здесь вот мы не прострачиваем эти вот места. Так вот отсюда, весь рожек, сюда, голову и опять весь рожек, еще чуть-чуть сюда. Когда мы прострачивали наши ушки, теперь нам нужно приколоть, когда рожки пристрочили, теперь нужно приколоть ушки. Вот так вот их прикладываем и вот сюда вот так положим. И второе точно так же. Вот так вот выравниваем, чтобы на одинаковом уровне они были. Вот, и прикалываем наши ленточки. Верхний мы прикалываем за ушками, можно вот так чуть-чуть на бок. И нижний, вот здесь, вот на таком уровне. Сверху накладываем нашу верхнюю часть аккуратно. Прикалываем места ленточек, ушек и скалываем дополнительно еще по периметру. И когда будем прострачивать, оставляем место для того, чтобы вывернуть. Не забываем места ленточек прострочить несколько раз. Вот здесь, когда подходим к рожкам, не забываем, что здесь, тут вот мы не дострачиваем. Вот эту часть мы не прострачиваем. Когда мы прострочили наши волося, теперь нужно срезать уголки с двух сторон. Срезали уголки. И теперь нужно сделать насечки вот так вот, где вот эти наши две строчки пересекаются. Тут вот, где такой наш уголок. Сделать вот так вот. Не доходя до строчки. Дальше сделать по всем круговым. Надсечки. Аккуратненько, максимально. К строчке близко. Вот эти вот промежутки. Также по кругу. То же самое со вторым лошком. Также еще вот здесь вот тоже, тут уголок. Не доходя опять же до строчки. И здесь тоже. В этих вот местах, уголках. И по всем. Вот здесь вот. Когда изделие были на отсечку, можно выворачивать нашего волося. Не забывая о том, что у нас там еще ленточки булавками сколоты. Чтобы не пораниться. Теперь аккуратно выворачиваем. Я с помощью кисточки выворачиваю сначала рожки. Поворачиваем точно так же второй рожек. И проглаживаем. Вот мы вывернули. Получилась у нас такая наволочка. Сейчас нужно нам все хорошенько прогладить. Также вот этот шов прогладить, чтобы зашить потайным стежком. Аккуратно проглаживаем. Избегаю места ленточек и носа, чтобы фетр не испортился. Чтобы фетр не испортился. Откопитесь stretched. Аккуратно проглаживаем. Эккуратно стежком. Потай номер одну. Простите. Погоди. Освенное charitableνε прогладили и теперь я еще хочу добавить бантик я вырезала квадратик размером 12 на 12 и теперь лицом внутрь прострочу вот здесь вот серединке оставлю место чтобы вывернуть и выверну вот мы вывернули теперь можно прогладить и зашить это отверстие потайным стежком когда мы зашили наше отверстие складываем наш бантик маленькой гармошечкой зажимаем серединку и так вот перематываем нитками завязываем узелочек обрезаем лишние ниточки и также берем иглу с черными нитками и вот тут размещаем наш бантик где посередине и пришиваем его пришиваем довольно крепко чтобы ребенок не оторвал когда хорошенько пришили закрепляем с изнаночной стороны ниточку и вот мы пришили наш бантик теперь берем наполнитель и начинаем набивать начиная с рожек сначала набиваем вот эти вот концы рожек и все и 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 довольно плотненько набиваем ложки и и точно так же и точно так же второй наш рожек и всего лося вот мы набили наши волосик и теперь это вот отверстие мы закалываем булавками и зашиваем по тайным стежкам вот мы зашили наши отверстия хорошенько разравниваем хорошенько разравниваем вот такой у нас получился бортик рожки вот так вот стоят у нас если вам понравилось мое видео ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал до встречи вот 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 и Продолжение следует...